26 января 1972 года 22-летняя стюардесса югославских авиалиний Весна Вулович пребывала в расстроенных чувствах. Из-за ошибки авиакомпании ее распределили на чужой и незнакомый рейс – Стокгольм-Копенгаген-Загреб-Белград, вместо другой бортпроводницы с таким же именем – Весны Николич. Однако события, развернувшиеся через несколько часов, навсегда изменили ее отношение к представлению о невезении. 26 января 1972 года все информационные агентства мира сообщили о взрыве пассажирского самолета DC-9 на высоте 10 160 метров над чешским городом Сербска-Каменица. Причиной трагедии стала бомба, спрятанная на борту авиалайнера хорватскими националистами. Впрочем, официально преступление осталось нераскрытым, а имена исполнителей не установлены. Шансов выжить в подобных катастрофах очень и очень мало. Но мир облетела сенсация. 22-летняя стюардесса Весновулович осталась жива, упав с огромной высоты. Она была единственной выжившей из 28 человек на борту. Сразу после взрыва Весновулович потеряла сознание, к тому же у нее было низкое кровяное давление. Возможно, это и спасло ее от гибели еще в воздухе. А относительно мягкую посадку ей обеспечили кроны хвойных деревьев, а также толстый слой снега. Травмированную девушку нашел местный житель, который был медиком во времена Второй мировой войны и знавший азы первой медицинской помощи. В результате падения Весновулович получила переломы основания черепа, трех позвонков, обеих ноги таза и несколько дней пробыла в коме. Затем начались долгие 16 месяцев реабилитации, 10 из которых девушка была с параличом нижней части тела. Но как только она выздоровела, то снова попросилась в небо. Однако ей отказали и вместо этого предоставили работу в офисе авиакомпании. С тех пор Весна летала только как пассажир. Сразу после этого инцидента девушка стала национальной героиней. Ей посвящали песни и приглашали на разнообразные телевизионные шоу. Стало также популярно называть девочек в честь стюардессы, которая выжила. Это будто бы приносило им удачу. А еще Весновулович попала в книгу рекордов Гиннесса, как человек, который выжил после падения без парашюта с максимальной высоты. Когда в 1985 году она приехала в Лондон на церемонию вручения сертификата о занесении в книгу рекордов, одновременно с ней аналогичный документ получал и Пол Маккартни, кумир ее юности. Весна отважилась попросить у звезды автограф, и он согласился, но только с одним условием. Сначала она даст ему свой. Смотрите другие наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока!